Воспоминания иорданского события церковь обновляет особым чином освящения воды, которая получила свое начало в первые времена христианства, по примеру самого Господа, осветившего воды погружением в них и установившего таинство крещения. Освящение воды совершается накануне и в сам праздник Богоявления. О ежес, не сходите на воды сия, очистительному присущественные троицы действу. Господу помолимся. Господи помилуй. О ежес, даровайтесь им благодать и избавление, благословению иорданову, силу и действам и наитим святого духа. Господу помолимся. Господи помилуй. С благоговением. Не нужно относиться с благоговением, потому что, как мы знаем, когда Господь, наш Иисус Христос, вошел в вода иордана, то иордан потек вспять. Это значит, что все творение знает своего Творца, и мы тоже должны его знать. И как говорит наш отец-настоятель, отец Владимир, он всегда говорит, что эту воду нужно вкушать с особым благоговением, с молитвой, с верой и с просьбой о помиловании. Богоявленская святая вода называется в Православной Церкви Великой Агиазмой, Великой Святыней. И к освященной воде христиане с древних времен имеют особое благоговение. В прошениях и молитвах священника на освящении воды Православная Церковь свидетельствует о многообразных действиях благодати Божией, подаваемой всем с верою относящихся к этой святыне. Всегда мы ощущаем эту чудо-действенную силу, может быть, не в той степени, в какой должен ее ощущать, но человек по мере приближения к Богу ощущается, поэтому с каждым разом человек все больше это чувствует. Да, святые акции говорят, что и малого количества достаточно для того, чтобы осветила вся остальная вода. Более того, я знаю, что есть такая практика, что крещенскую водичку можно добавлять по капельке буквально в святую воду, в принципе, и она освящается таким образом, то есть и малого количества достаточно, чтобы осветилось большое. Крещенской водой окропляют храмы и жилища. С этой святыней и крестом священнослужители в праздник Бога явления посещали раньше дома своих прихожан, распространяли благословение и освящение, начав с храма на всех чат Церкви Христовой. Надеюсь, что чувствую, да, потому что, конечно, если с верой и благоговением ко всему подходить, то Господь по своей милости дарует свою благодать и даст всегда тебе это почувствовать. Поэтому главное верить, надеяться, любить и просить Бога помощи. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Александр Менченко, Андрей Мелентьев и Ольга Скрябина для программы «Городские вести». ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ